Мигрень, ожирение, частые простудные заболевания, неустойчивое психоэмоциональное состояние. Это неполный список проблем, которые приносит человеку кривой позвоночник. Сколиоз ещё недавно считался заболеванием детей и подростков, но сегодня с этой проблемой сталкивается каждый второй взрослый. Как восстановить здоровье позвоночника людям старше 20 лет? Какие современные технологии появились в арсенале врачей-травматологов? Насколько они безопасны и эффективны? Узнаем сегодня в эфире программа «Медицинский квест». Наша героиня – Валерия Кутилина. 9 лет назад девушка самостоятельно диагностировала у себя сколиоз. Как вы это поняли, что у сколиоза? Я посмотрела на себя в зеркало. Даже непрофессионального взгляда было достаточно, чтобы понять – позвоночник искривлён. Ну, одна часть спины стала выпирать больше, ну, по отношению к другой. Вот, и я поняла, что что-то не так. Валерия обратилась в поликлинику, где получила неожиданный совет. И мне сказали, что мне нужно лечь и лежать. И больше никогда ничем не заниматься. Вот. Сегодня Валерия работает в офисе. 8 часов за компьютером дают свои результаты. К концу дня девушка испытывает дискомфорт и боль в пояснице. Как избавиться от неприятных ощущений? Помочь героине вызвались три специалиста. У каждого свой метод лечения сколиоза. Учитывая то, что у вас небольшая степень сколиоза, да, прогрессирования мы уже не ожидаем, да, потому что у вас небольшая и возраст у вас, значит, космосковый сформировался. Здравствуйте, меня зовут Сединков Андрей Юрьевич. Я травматолог-ортопед. Я представляю клинику лечения заболеваний суставов и позвоночника стопартроз. Я считаю, что оптимальным методом лечения для нашей пациентки будет аппаратное вытяжение позвоночника. Осмотр пациентки продолжает ортопед Илья Громов. Он подтверждает диагноз. Асимметрия лопаток, асимметрия в грудном отделе позвоночника отклонён вправо, в поясничном отклонён влево, в сформировании поясничного валика. Вперёд наклоняемся. Здравствуйте, я Громов Илья Сергеевич, врач-ортопед-вертебролог, кандидат медицинских наук, представляю клинику лечения сколиозов имени Катарины Шрот. Я считаю, что нашей пациентке подойдёт лечение в виде корсетного лечения динамического противоболевого коррегирующего корсета спайнкор и сопутствующей гимнастике Катарины Шрот. Далее с Валерией знакомится Юлия Синевская. Йога-терапевт сразу отмечает, у пациентки проблемы с дыханием. А ты дышишь? Вот так ты дышишь, да? Вот так дышишь? А ты дышишь? Да. И когда ты испытываешь дискомфорт, сидя в офисе, у тебя где в основном ощущения локализуются? Можешь прям рукой мне показать? Вот здесь, скорее. То есть лево-поясничный отдел? Да, да, да. Лево-поясничный отдел. Здравствуйте, я Юлия Синевская, йога-терапевт и сертифицированный специалист по лечению сколиозов по методике Катарина Шрот. И я считаю, что Лере подойдёт к комплексу йога-терапии. Три эксперта готовы предложить Валерии три абсолютно разных метода лечения сколиоза. Аппаратное вытяжение позвоночника, корсетное лечение и йога-терапию. Нашей героине предстоит трудный выбор. Каким он будет, узнаем в конце программы. Уважаемые эксперты, до начала съёмок каждый из вас познакомился с нашей героиней Валерией. Сейчас она находится в соседней студии, оттуда будет видеть, слышать и сможет комментировать всё, что мы здесь будем обсуждать. Ну а мы с вами поделим нашу беседу на три части. В первой части каждый из вас сможет подробно рассказать о своей методике. Во второй части я попрошу вас задать дополнительные вопросы своим коллегам. Ну а в третьей части к нашей беседе присоединится иностранный специалист. Ну что ж, все готовы пройти этот квест. Мы начинаем. Андрей, я начну с вас. Ортопеды-травматологи разделяют четыре степени заболевания. О какой из них мы можем говорить сегодня? Опираясь на нашу Валерию. Медицинский квест начинает Андрей Сединков. Какие выводы он сделал после общения с Валерием? И почему предлагает ей именно этот метод лечения? В Валерии переходная первая-вторая степень, да? Видно просто на снимке, соответственно. С преимущественным искривлением... На снимке очень хорошо видно искривление позвоночника. Жизнь, она не такая у нас. Ну, у него скомпенсированная форма, да. Значит, у него нет видимого внешнего дефекта. У него невыраженная реберная дуга, если смотреть Валерию. Вот, но тем не менее, по генологическим признакам у него такая хорошая вторая степень. Это заболевание имеет наследственный характер или же причина не в этом? Как вы считаете? Существует много теорий по поводу развития сколиоза, да. Значит, вообще-то стоит различать, конечно. Существует идиопатический сколиоз, да, то есть заболевание первичное, которое развивается самостоятельно, само собой. Часто беспричинно, да, какой-то непонятной вот статистической значимости. Значит, и существует вторичный сколиоз или постуральный, как следствие каких-то проблем, да. Например, укорочение конечности, да, когда, допустим, нижняя половина тала в средстве укорочения ноги тянет за собой поясничный изгиб. Соответственно, компенсация происходит дугив в грудном отделе, да. Значит, но учитывая того, что на снимках, да, и у пациентки мы видим все-таки еще дополнительно торсию позвонка, да, то есть поворот вокруг своей оси, да, мы можем говорить об истинном сколиозе, ну, о первичном, о идиопатическом. Что вы предлагаете ей сегодня в качестве лечения ее заболевания? Значит, ну, учитывая то, что, значит, наша пациентка уже взрослая, не ребенок, значит, учитывая того, что существует такой индекс рисера или признак рисера, да, это рентгенологический признак, значит, на основании которого определяется возможность как прогрессирования, да, так и возможности лечения, да, данного пациента. Значит, признак рисера, если посмотреть на подвздошные кости, да, справа и слева, да, то последние точки окостенения, которые закрываются и рост тела прекращается, это края крыльев подвздошных костей. Ну, вот Илья правильно показывает, то есть, да, вот этот край, да, вот этот полудуга, когда мы обычно держимся за бедра, да, вот эти крылья подвздошных костей, они окостеневают в последнюю очередь. Значит, если условно разделить их, например, на каждый, там, этот полукруг на четыре части, можно выделить четыре сектора. Вот, и они начинают, получается, с внешнего участка к позвоночнику начинают окостеневать, вот, и признак от нуля, то есть нет точки окостенения до три. Самый неблагоприятный период для прогрессирования, а фаза активного роста человека, да, значит, но самый благоприятный для коррекции, да, на стадии четыре уже рост тела обычно прекращается высотой, но продолжается вширь, да, пять, зона роста закрыта, человек прекращает расти. Учитывая то, что, значит, у нашей Валерии зона роста уже закрыта, да, о прогрессировании, да, сколиоза мы уже можем не говорить. Мне нравится, что он не будет прогрессировать, и он единственный, кто об этом сказал. Цель лечения теперь, да, данной пациентки заключается в том, чтобы скомпенсировать имеющийся уже у нее дефект и побороться с той симптоматикой, да, которая ее беспокоит. Что это за лечение? Метод, который я представляю, который я предлагаю ей, это метод аппаратного вытяжения, да, это такие специальные медицинские столы из таких секций. Да, вот так выглядят столы, да, он двухсекционный, в частности, это стол, да, снизу вот катаются специальные валики, да, реклинаторы. Вот мы видим, как укладывается пациент. Пациент ложится, значит, на кушетку в особую укладку, за подмышечные впадины фиксируется верхний плечевой пояс. Мы можем фиксировать пациента за ноги, либо за тазовый пояс. Значит, и длительное время, очень долго, да, с предшествующей подготовкой, да, значит, пациент очень медленно, долго растягивается. В чем заключается подготовка пациента, да, снизу вы видели, как катается валик. Значит, валик, помимо вибрационных воздействий, да, оказывается тепловое воздействие. Основная причина, которая может препятствовать нормальной тракции, да, это стрейч-рефлекс. Мышцы на растяжение реагируют в сокращение. Чтобы это предотвратить, да, данные столы подготавливают пациента. То есть это параллельно массаж паравертебральных мышц, да, которые часто, соответственно, могут сопротивляться вытяжению, да, вибрационное воздействие и параллельно с этим очень долгое длительное тракционное воздействие. А если честно, это выглядит очень пугающе. Вы выбираете горизонтальное вытяжение. Горизонтальное. Насколько мне известно, просто есть сухое, мокрое, горизонтальное, вертикальное. Да, есть сухое, мокрое, да. Почему именно это? Это удобнее для центра, для пациента, да, не нужно вытираться, мыться, нет риска простудиться после процедуры. Просто комфортно. Комфортно, это удобно. И для клиники, и для пациента. И гигиенично, да. Хорошо, с мышцами что происходит, понятно, что происходит с костной структурой в момент вытяжения? Костная структура не меняется, да, потому что всё-таки причина в светочном аппарате, да, в мышцах. То есть смысл лечения, да, добиться растяжения позвоночника, если есть какие-то компрессионные проблемы, да, компрессия корешка, значит, расстояние между позвонками увеличивается, да, и происходит декомпрессия. Да, значит, может появиться соответствующий вопрос. Если мы пациента растянули, да, то почему, когда он не встаёт, соответственно, не происходит обратной компрессии, да, пациент после процедуры какое-то время ещё находится в растянутом положении, да, и мышцы немного запоминают это положение. После этого мы, конечно же, рекомендуем либо надеть корсет, если пациент пришёл с корсетом, да, мы не исключаем другие методы, да, вот, либо предлагаем перейти на миостимуляцию, поставить электроды на мышцы, да, простимулировать мышцы током, чтобы они запомнили это положение. То есть вы продолжаете воздействие? Да, продолжаем воздействие. Большое спасибо. Илья, теперь к вам давайте. Скажите, сухое вытяжение горизонтальное используете для своих пациентов? Нет, нет, мы используем другие методы лечения. Второй участник квеста – врач-ортопед Илья Громов. Почему он не использует методы вытяжения позвоночника? И какое лечение предлагает пациентке? Так, хорошо, давайте о них подробнее поговорим, но сначала я попрошу вас добавить что-то о нашей пациентке, если коллега, например, не всё сейчас скажет. Наш коллега выразился, диагноз поставил правильно, у нас сколиоз второй степени, да, в большую степень он у нас получается грудной, да, и умеренная противодуга – это поясничный у нас отдел позвоночника. Внешне пациентка клинически, да, выглядит действительно очень неплохо, и, в принципе, с ней поработать можно и получить какой-то результат. А как вы считаете, если бы она за помощью обратилась в 15 лет, когда проблему только обнаружили, мы бы встретились с ней сегодня? Да, потому что это поздно. 15 лет – это поздно? Совершенно верно. А если в 15 лет впервые обнаружили? Ну, вот тест Лисера как раз говорили, что самые активные – это примерно третья стадия. Третья стадия – это вторая и третья, это на уровне 12 лет. В 12 лет происходит такой большой 12-13 лет скачок роста, и, как правило, именно в этот момент, ну, вот чаще всего именно обращают пациенты, скажем так, этого возраста. Я начала расти в 14, ничего не знаю. Ну, так диагноз сколиоз ей поставили в 15, а не в 12 лет. В 15 лет можно зацепиться и улучшить ситуацию, но не на очень большой результат. Хорошо, тогда давайте подробнее о методе, который вы предлагаете сегодня. В возрасте после изрешения костного роста используются динамические противоболевые корригирующие корсеты, которые оказывают исправление баланса туловища. И вот сейчас как раз доктор пытается изобразить нам каждый позвонок, он отметил, да, от седьмого грудного до крестца. Да, каждый отдел. Мы видим перекосы лопаток, также происходит измерение скриометром, да, мы видим ротацию, да, позвонков в грудном отделе. В поясничном отделе мы сейчас увидим в противоположную сторону изменение угла. И вот эта линия, мирник, который проходит по ее спине, красная линия, да, и нарисованные позвонки, мы видим отклонение баланса, мы видим отклонение позвоночника влево. И вот, как правило, это вызывает болевой синдром, именно изменение баланса. Мышечный тонус меняется, у нас нагрузка идет асимметрично относительно, да, ягодичный склад относительно нашего таза. Корсет, что делает, он стабилизирует и выводит наш баланс вот на уровень красной линии, чтобы у нас нагружалось симметрично все отделы позвоночника, да. Ну, пока это выглядит не так пугающе, то, что мне показывали лет в 15. Плюс за счет коррекционных лент происходит коррекция, да, что самое главное, здесь нет никакой атрофии мышц, которые просто все боятся, здесь этого не происходит за счет именно динамизации корсета. Он нестабильный, как там корректор осанки, как пластмассовые корсеты или еще что-то. Он двигается вместе с пациентами, работает вместе с пациентом. Также в нем можно и гимнастикой заниматься, спортом заниматься, любым видом. Даже корсет предполагает занятие спортом. Чем активнее ты занимаешься, мышцы активнее работают, разогреваются, и момент коррекции происходит даже эффективнее, да. Каждый такой корсет доктор изготавливает индивидуально? Конечно, да. Там и сложные математические расчеты, даже чтобы там заказать или сделать, даже разработать, подобрать такой корсет, требуется пройти очень большие и компьютерные, и программные моделирования. Да, ну и внешние замеры, скажем так. Но в программе, которая рассчитывает именно прохождение каждой ленты, это, наверное, самое сложное. То есть, да, вот, объем движения абсолютно неограничен человек, да, то есть там всякие корректоры осанки, да, еще раз говорю, пластмассовые корсеты, они полностью исключают возможность практически шевелиться, нагибаться. Я представляю, как Лера будет носить этот корсет зимой, а летом что делать? Вы видели, он абсолютно сидит по фигуре, он даже подчеркнет ее талию. То есть, ей нужно будет каждый день ходить? Конечно, да, корсет носится каждый день, именно носится, то есть не спать в нем, а именно ходить. Это самое эффективное, да, время именно двигаться. Сидеть там тоже в нем, а лежать уже смысла, в принципе, в нем нету. И он рассчитан именно на динамическое движение. И как долго она в нем будет ходить? В среднем рекомендации проходит год в нем ходить, дневной период времени. Дальше снимаем его, да, адаптация мышц идет к этому положению. Они за счет длительного времени, постоянное сопротивление, они тренируются, да, плюс динамическая гимнастика, да, методика Катерины Шрот, она популярно известная, и она действительно приносит свои результаты, да, это безусловно. Большое спасибо. Юлия, йога-терапия при сколиозе – большая и очень интересная тема. Первый вопрос у меня такой. Работает ли практика как монометод? В разговор вступает третий участник квеста – Юлия Синявская. Она расскажет, как йога может избавить человека от сколиоза. Я считаю, что работает как монометод, но зависит от конкретного пациента. Отличительная особенность йога-терапии является то, что ответственность за здоровье пациента лежит на пациенте исключительно. Все, что я делаю, я предлагаю способ взаимодействия со своим телом и всегда спрашиваю, вы готовы заниматься каждый день? Если человек не готов, то нет смысла в принципе ко мне обращаться. Тогда чуть конкретнее про нашу Валерию. Изначально она ваш пациент, вы сможете ей помочь, если она будет в этом заинтересована? Я считаю, что да, что я смогу ей помочь. Дело в том, что ее запрос, я всегда ориентируюсь на запрос человека, запрос был хорошее самочувствие. Йога-терапия – такое большое направление. Давайте немножечко сузимся и расскажем, какую именно практику вы берете за основу, да, и почему именно она работает. Ну, в случае с Лерой, я буду тогда конкретно просто говорить по Лере. То есть нет какой-то отдельно взятой методики? Нет отдельно взятой методики. Я очень часто обращаюсь к Катарине Шрот, очень уважаю этот метод, например, да, и какие-то тоже методики использую. Даже те наработки, которые были у Кона, хотя не все из них актуально, и не все, на мой взгляд, не все работает. Вот, но даже эти методы, то есть все методы, в общем-то, имеют рациональное зерно. Точно так же, как и краситирование, точно так же, как и тракционные методы. В йоге, кстати, тоже в йогатерапии есть методы тракционного воздействия на позвоночник. Но что касается Леры, первое, что мне бросилось в глаза, это то, что она не дышит. Она очень плохо дышит. У нее очень напряжен живот, дыхание вот здесь и вот такое. Это связано с ее заболеванием? Я подозреваю, что это, даже не могу сказать, что это причина, но это вообще тенденция такая есть у девушек молодых, и тем более у девушек, которые занимались в юности спортом или балетом в данной ситуации. Как наша Лера. То есть это очень напряженный живот, это привычка все подтянуть, сжать тазовое дно, сжать живот. И вот мы где-то здесь дышим, как женщины в 19 веке в корсетах, и они постоянно падали в обморок. Экскурсия диафрагмы минимальная, скажем так. То есть я бы сначала научила Леру дышать. И в том числе дышать левой стороной грудной клетки для того, чтобы с помощью дыхания, это вот уже часть методики Катарины Шрот, немножко коррегировать то положение позвоночника, которое на данный момент она имеет. Ну, мне просто нравится йога и дыхание, и это, возможно, правда мне нужно, потому что в балете ты всегда очень сдержан, и весь втянут в себя, как она и сказала. После этого вы будете использовать какие-то асаны, правильно я понимаю? Да, и асаны, и динамическую работу в йоге, это называется вья-яма, суставная гимнастика, и это, ну, также есть так называемые виньясы, или связки, переходы, когда мы выполняем в динамике что-то. То есть здесь и статическая работа, и динамическая, но с упором больше на статическую работу, и согласование дыхания с движением прежде всего. Какие-то элементы йоги вы полностью исключаете, насколько мне известно? Да, мы исключаем, вот на первой картинке мы видим, это называется уртва-танурасан, или мостик, то, что многие любят делать и стремятся. Подозреваю, что у Леры будет получаться на ура, она достаточно гибкая, но это то, что я бы исключила из регулярной практики. Ну, мостик я делаю часто, я иногда без этого уснуть не могу. Однако, именно в случае с Лерой, я бы не говорила, что никогда и ни в коем случае, вот если сильно хочется для хорошего настроения, потому что прогибы, это мощные антидепрессанты, и потому что они воздействуют на симпатику, на симпатическую вето-вегетативной нервной системы, ну, и потому что в целом, вот мы улыбаем тело, это же видно, да, улыбка всего тела. Точно так же, вот следующая поза, то, что в обиходе часто называют березкой, ну, так я ее буду сейчас называть, тоже не стоит это делать, не тем более грузить Лерину шею, я бы не стала. Вот, если делать какие-то перевернутые позы, которые действительно тоже полезны и улучшают мозговое кровообращение, а это влияет вообще на общесистемное состояние организма, то я бы выбрала что-то вроде стойки на руках с опорой на стену в уголке, то есть когда мы стопами упираемся в стену и под углом 90 градусов, но это тоже нужно смотреть конкретно на теле Леры. Да, кстати, это фотография, извините, одной из ваших пациенток до и после, да, я понимаю? Да, и, кстати, это пациентка-нейрохирург. Очень интересно, что она стала нейрохирургом именно потому, что очень хотела исправить свой сколиоз, и вот именно в курсе на третьем поняла, что никакой операции она делать не будет, то есть она просто поняла, чем это чреват, когда узнала это изнутри. Механика работы. Сначала я разгружаю и психику пациента, и позвоночник пациента. Мы сначала разгружаем, потому что невозможно работать, когда рабочий стол завален кучами макулатуры, нам нужно его очистить. Нам нужно сначала вернуть позвоночник и мышцам нормальную сократительную способность. Если мы посмотрим на снимок, то, ну, человеку-несведущему в анатомии и в биомеханике покажется, что мышцы здесь просто удлинены, да, или вытянуты, и здесь их нужно укрепить, а здесь, соответственно, вытянуть. Вот. Но еще в 60-е годы Брусатис установил, что именно на стороне дуги сколиоза мышцы как раз наиболее активны. То есть это было установлено электромиографическими исследованиями. Мышцы более активны, и при этом они выполняют как бы функцию удержания позвоночника от падения. Антигравитационную функцию, по сути. То, что называется эксцентрическое сокращение или эксцентрической работы мышц. То есть когда мышцы работают в удлиненном состоянии. Это то, чем, можно сказать, гордится йога-терапией, потому что у нас есть методы, есть асаны, в которых мышцы выполняют. Точнее, не асаны, а вход в асану, поскольку здесь динамика подразумевается. Именно эксцентрическую работу, она очень полезна для мышцы. А здесь мышцы все время укорочены, и, соответственно, они тоже теряют сократительную способность. Точки прикрепления мышц сближены, куда еще сокращаться. Ну, условно, да? Они уменьшают... их сократительная способность снижается. И здесь то же самое. На стороне дуги гипертонус будет. Так, да? И здесь будет пониженный тонус. Соответственно, и Лера так и жалуется. Она говорит о том, что болит поясница слева после долгого сидения в офисе. Первое, что бы я порекомендовала, это под левую седалищную косточку подложить небольшую подкладочку. Чтобы снять вот эту... Ну, сантиметра, может быть, два... Ну, не твердую, да, она будет там чуть-чуть уменьшаться. И у нее чуть-чуть выровняется таз, и перераспределится мышечный тонус. Просто сидя. И следить вообще за осанкой. Конечно, ногу на ногу, то, как она мне показала, класть не стоит. Все то, о чем она говорит, мне очень хочется попробовать сделать. Хатха-йога – древнее учение, сформированное еще в 10 веке. Это комплекс упражнений, включающий в себя не только физические, но и психологические техники. Близки ли духовные практики нашей героини Валерии? Узнаем после второго раунда программы. Искривление позвоночника или сколиоз второй степени. С такой проблемой в редакцию телеканала «Доктор» обратилась 23-летняя Валерия Кутилина. Сегодня вместе с экспертами в студии мы выбираем для нее самый эффективный и безопасный метод лечения. Скажите, пожалуйста, Андрей, почему некоторые врачи-травматологи тракцию не любят и не принимают ее как физиотерапевтический метод, обосновывая это тем, что появляются некие микротравмы? Вопрос, который волнует многих. Сможет ли врач дать аргументированный ответ? Ну, в общем, странно. Я, когда готовился к этому эфиру, я просматривал ролики, которые существуют, мнения врачей. Это мнения врачей, скажем так. Они не совпадают с мнением Минздрава. Потому что Минздрав, МФК в том числе, метод тракционной терапии включил в стандарты лечения. Сколиоза. Сколиоза, да. Если пока под стандарты лечения, да, тракционная терапия, аппаратная, просто петли, глиссо, например, да, что-то такое. Все это включено в стандарт лечения. Значит, я думаю, что все идет оттуда, что есть какое-то небольшое предубеждение, что тракционная терапия похожа на какую-то пытку или дыбу, да. Но это правда так. Травматологи привыкли, значит, к тракциям таким. Просвердить пятку, да, к ней подвесить груз 15 килограмм и тянуть перелом, да. Это, конечно, больно. Та тракционная терапия, которую предлагаем мы, да, значит, это очень медленный, длительный процесс, да. Для пациента он практически незаметен во время процедуры, да. То есть ничего не ощущает пациента. То есть тот стереотип, который существует сейчас, да, вот там среди коллег, там, здесь связано с тем, что они думают, что тракционная терапия – это какой-то рывок или слишком большие какие-то веса, которые пациент просто разрывают. Это не так. Микротравматизация не происходит. Большое спасибо. К кому из коллег у вас есть вопросы? Ну, наверное, ко всем. Ну, мы все обсуждали, да, что при скользе происходит торсия позвонков вокруг своей оси, да, то есть поворот, ротация, да, поворачивается. Значит, ну, если в моем методе, например, мы с торсией можем бороться путем различных укладок специфических, да, то, например, вот как в йоге, как в карситировании происходит вот борьба с избыточной ротацией. Ну, если не касательно как раз фалерии, например, касательно просто, допустим, более тяжелых степеней прогрессирования, когда торсия очень заметна, когда появляются реберные дуги. В йоге мы тоже используем укладки, на самом деле, корректирующие так, чтобы торсию скомпенсировать, и, соответственно, если вы заметили, в комплексе исключенных упражнений были скручивания, потому что невозможно скрутиться в одном отделе, как вы знаете, позвоночника. И для того, чтобы торсию не усугублять, компенсируя ее в другом, мы скручивание исключаем. Я бы, на самом деле, хотела увидеть, что они делают, а не что они не делают во время занятия этой йогой. Опять же, без каких-либо очень суровых табу, то есть если человеку захочется раз в месяц скрутиться в свое удовольствие, ради бога, но аккуратненько, медленно и без рывков, а вообще, да, то есть лечебные укладки, иногда даже с грузиками, то есть мы кладем мешочки с песком, и классический выполняемый комплекс хатха-йоги всегда завершается расслаблением, шавасанной позой трупа. И в этой позе я всегда рекомендую делать определенные подкладки, учу пациента самостоятельно их использовать, чтобы просто не зависеть от меня. Обычно я использую резиновые коврики для посуды, это очень удобно, их можно сложить ровно таким образом, как, ровно до такой высоты, до которой нужно конкретному пациенту, и подложить локально под те зоны спины, например, под которые нужно, или на бок, например, иногда можно уложить пациента, тоже подложив, соответственно, куда нужно валик. Вот, да, так мы справляемся тоже с торсией. Спасибо, Илья, да. А вы как справляетесь с этими механизмами? Да, справляемся. Опять же, с помощью корсетного лечения все это нелегко, но исправляется. Суть, в принципе, это сколиоза раскрутить. Да, сколиоз – это скручивание. Если мы раскрутим, у нас справится и сколиоз, да, потому что сколиоз – это трехмерное заболевание, отклонение, да, изменение сагитального баланса и скручивание. Мы раскручиваем и выравниваем. То есть корсет устроен тоже таким образом. Сзади есть балеро, ну, такое четырехлепестковое, да, там лепестки на лопатки, на плечи накладываются, да, и идут под талию. И в зависимости от высоты сколиоза, да, эти лепестки снизу корректируются. Соответственно, если это грудная, да, торсия, то на грудной отдел усиливается давление, он же, получается, идет со спины и раскручивает сюда. Лента усиливает этот раскрут, да, она, соответственно, идет сюда и крепится до сюда. Да, и получается, что у нас идет раскрутка. Поясница, соответственно, то же самое, просто лента ниже проходит, да, даже так же мышечный валик за мягкие ткани, она тянет и раскручивает поясницу в другую сторону. Получается дратационный маневр. И в сумме и приводит, и коррекции. После того, как вы корсет пациенту отдаете, спустя какое время он приходит к вам для того, чтобы вы оценили свою работу? В принципе, оценка работы может проводиться через неделю даже. Но мы все-таки, там, мы оцениваем доказательные медицины и лечим только медициной, которую можно доказать, показать, смотрите, вот у вас было до, вот смотрите после, вот результат. И, ну, рентген мы делаем до, соответственно, считаем градусы, цифры. Чтобы не облучать пациента сразу, мы все-таки паузу берем, позвоночник. Ну, сколько времени проходит? Нет, месяц. Месяц. Вы будете свое лечение дополнять другими методиками? Мануальной терапией, тракцией, йогатерапией? Ну, я сторонник традиционной медицины. Так воспитали, так научили, и такое мое мнение. То есть нет, это ответ нет. Я бы добавил, ну, вот то, что методику, вот Катарина Сирот, да, вот представляет у нас. Я полностью всецело за, потому что я видел результаты. Ну, у детишек, у взрослых результаты направлены все-таки на укрепление, а не на... Мы не получим на гимнастике суперрезультаты. И в связи с этим у вас вопрос, да? Ну, у меня, да, много вопросов я могу задавать. Давайте, можно, к вам сначала спрошу. Скажите, вы вот владеете йогой, да, и Шрот-гимнастикой. И почему все-таки больше вот йога, ведь Шрот же больше доказательная база, вот все-таки она по всему миру известна, ей лечит вся Европа. Почему именно йога? Потому что, к сожалению, в 2013 году, когда я училась в клинике Бадзо Бранхаме, как раз по методике Шрот, и поехала туда преисполненная надеждой, очень вдохновленная книгой Криста Ленард Шрот, дочери Катарины Шрот, основательницы, собственно, основательницы метода, да, я в некоторых вещах очень разочаровалась. Как совершенно правильно сказал Андрей, очень комплексное заболевание. Невозможно найти какой-то один метод, невозможно стричь всех под одну гребенку. Каждый раз это будет по-разному. То есть, если перефразировать Толстого, все не сколиотически деформированные спины одинаковы, а те, которые сколиотически деформированы, сколиотичны по-своему. Вот как-то так, да, приблизительно. Ну, смотрите, к вам же приходят пациенты после врача-травматолога? По-разному. Уже с диагнозом? По-разному. Как правило, с диагнозом уже приходят, конечно, уже с рентгеном, я смотрю, рентген, я смотрю. По-разному бывает. Но, как правило, конечно, после. Иногда приходят после, например, детства, проведенного в интернате, да, работавшем по методике КОНа. Когда спали в гипсовых кроватках, ходили в корсетах, в них же учились лежа, и при этом сколиот все прогрессировал и прогрессировал, что тоже вызывает вопросы. Спасибо. К кому из коллег есть вопросы? Юлия. Можно я, Андрей, тогда спрошу? Вы после тракции всегда рекомендуете пациенту сеанс миостимуляции или иногда отпускаете просто? Чаще всего всегда мы назначаем миостимуляцию, да, потому что все-таки существует небольшая вероятность, да, что даже бывает, скорее, педагогическая миостимуляция, да, потому что пациент не хулиганит, потому что пациенты бывают разные, кто-то начинает после процедуры сразу там нестись куда-то бегом с сумками, снова схватил, там, побежал, ребенок круг границ надевает, родители не посмотрели, да, чтобы хоть как какая-то осталась муточная память, да, чтобы этот сегмент мы могли здесь спазмировать, мы можем здесь расслабить, да, закрепить то, что мы сделали. Мы все-таки рекомендуем настоятельно делать миостимуляцию, да. Это вспомогательный метод лечения. Спасибо. У меня тоже к вам вопрос. Можно рентген вывести? Наши веры? Можно. Илья Громов не доверяет традиционному методу. Какой вопрос он подготовил коллеге? Суть, да, сколиоза, это, ну, возрастного сколиоза, это изменение и формы позвонков, да. Методика растяжения и, да, ходьба валиков, да, под позвоночником подразумевает изменение, да, вот этой дуги, соответственно, да. Если посмотреть, у нас позвонки здесь имеют большую длину, да, кленовидные позвонки. Как можно растянуть и выпрямить уже деформированные кленовидные позвонки у взрослого человека? Вытянуть, да. У меня же будет позвоночник больше, чем моя спина. Мы не говорим об изменении формы позвонков, да, мы говорим об изменении визуальной деформации, да, и компенсации какого-то угла, да, для того, чтобы, допустим, если у меня существуют жалобы на боли, да, но, слава богу, у нее более некомпрессионного характера, да, для того, чтобы просто помочь ей убрать избыточный мышечный спазм, освободить нервные корешки, да. О самой именно коррекции позвонка мы не говорим, да, в нашей методике. Значит, суть методики, она не приведет к улучшению ее цифр, приведет к улучшению самочувствия, но цифры останутся такие же. Если угол, мы можем добиться порядка 2-5 градусов компенсации, да, во время процесса. На какой-то срок? А? На какой-то срок. Если пациент потом продолжает заниматься, да, и поддерживать свою спину, да, в здоровом состоянии, там, упражнениями, миостимуляцией, да, следить за собой, мы можем это оставить, да. У нас есть длительные наблюдения, да, когда вот эти убранные 2-5 градусов достаточно длительное время остаются. Тоже, да, рентгены. Да, рентгены обязательно, мы ведем пациентов, смотрим, да. Значит, об изменении форм позвонка, по крайней мере, у этой пациентки нет. Форма эта была, как бы, просто физиологически как это представить, как это работает, скажем так. А я могу дополнить? Мне просто кажется, что совершенно логично, что метод может действовать, я поэтому и спросила про миостимуляцию, потому что кости же формируются под нагрузкой, это известный факт. Конечно. И форма костей меняется раз в 5-7 лет, то есть, в смысле, костная ткань обновляется каждые 7 лет полностью. И, соответственно, мы можем каким-то образом воздействовать на форму костей. Другое дело, что это воздействие должно быть постоянным и регулярным. И нам нужно и мышцы тренировать, и связочный аппарат, там целый комплекс мер. Ну и, конечно, тоже психологические аспекты учитывать, потому что это про осанку, это про ось, это про опору всегда. Получается, из этого ответа следует, что красец самым эффективным лечением будет. Если нам нужно постоянно держать нужное положение, значит, получается, что корсет ее выправит, костная структура будет меняться и укрепляться. А гимнастика, которая, допустим, вы там, как бы йога, да, шроттерапия, все в сумме, будет поддерживать это состояние, да? Но корсет в какой-то момент снимется, я надеюсь. Использовать корсет и дополнительно мобилизировать позвоночник с помощью вытяжки, да, у нас будет тройной результат. Получается, что мы его чуть-чуть мобилизируем. Корсет сильнее его чуть-чуть вправит, да, и упражнение мы укрепим, да. То есть у нас победа тройная. Вы не могли бы тогда объяснить, по какому принципу этот корсет будет стимулировать работу мышц? То есть единственное, вот это единственное мое предубеждение насчет корсетов, это то, что мышцы просто перестают работать, ленятся и все. Это абсолютно, вот, все думают, что корсет, да, выключает работу, да, из себя. Корсет именно, да, вот он используется не в покое, да, а именно в динамике сидим, у нас мышцы напряжены. Ходим, у нас мышцы работают по-своему. Корсет динамический, за счет перерастяжения лент, каждый шаг у нас идет амортизация позвоночника. Мышцы упираются в корсет, он не висит, он не может в нем повиснуть, расслабиться, лечь, спать, стоять, да, как в каких-то других корсетах, да, допустим, вот эти корсеты самые известные, да, корректор останки, он может повиснуть, висеть, и, конечно, мышца полностью выключится. В этом корсете человек просто не будет висеть, но он должен держать себя сам. Работают все мышцы, которые его поддерживают, да, но корсет не подразумевает исключительно только ношение корсета. Это обязательно любое, любое лечение, в принципе, в ортопедии, в реабилитации, это всегда лечебная физкультура. Ну, как вы сразу и сказали, Илья, что мы в корсете должны делать упражнения. Интересно, а можно йогой в корсете заниматься? Я могу немножечко дополнить ответ, Илья, я думаю, что правильно сказал. Я думаю, что все эти вот предубеждения, они сложились исторически, если помните, были такие мелоки, брейсы, да, который поддерживал шею, да, ставился вот в подвздошной кости, да, и, значит, и фактически, да, в нем позвоночник висел, да, он растягивал пациента. Отсюда, собственно, и пошли, наверное, страшилки, да, что брейсы и корсеты уменьшают мышечный тонус. Ну, вот я пролистывал литературу тоже, когда смотрел, значит, кучу работ, труд оказывает, что все-таки уже современные корсеты, вот за счет коллеги немножко, да, не снижают мышечный тонус, а функциональные, я настолько понимаю, да, вот, что позволяют заниматься упражнениями. Я сейчас скажу даже так, что пластиковые корсеты, они не приводят к какому-то гипотонусу. Даже вот шино, да, эти классические? Да, шино. Сейчас современные делают, опять же, немецкие. Да, именно поэтому я так и говорю, потому что я наблюдала ситуацию в клинике Шрот с корсетами шино. Но ваш корсет, вот тот, о котором вы говорите, он совсем другой, именно поэтому я задаю вопросы. Да, 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 но корсет шино меня, честно говоря, не очень впечатляет. Но мы сегодня о нем и не говорим. Большое спасибо, уважаемые эксперты, за интересные ответы и не менее интересные вопросы. Ну, а буквально через несколько минут к нашему консилиуму присоединится еще один эксперт, ведущий специалист нейрохирург из Германии. Прямо сейчас на связи с нашей студией ведущий специалист нейрохирург из Германии, профессор доктор Христиан Войцеховский. Доктор, здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой современный метод лечения сколиоза, на ваш взгляд, заслуживает большего внимания? При сколиозе всегда существует выбор между консервативной или хирургической терапией. Консервативная терапия имеет шанс, если сколиоз обнаружен на ранней стадии, особенно у подростков в фазе роста. Консервативные методы в любом случае включают лечение корсетом. Можно создать специальные корсеты по методу Кет-Кем. Это означает, что они индивидуально адаптированы к пациенту. Необходимо регулировать корсеты соответствующими интервалами. Так что давление всегда создается в тех точках, где необходимо немного уменьшить искривление. Корсеты также должны носиться весь день, по крайней мере в течение 23 часов. Их можно снимать только когда осуществляется личная гигиена. Их также нужно носить ночью. С другой стороны, одновременно должно проводиться физиотерапевтическое лечение. Как Вы считаете, можно ли скорректировать осанку пациента, не используя физические упражнения? Возможность коррекции сколиоза физическими упражнениями зависит от различных факторов. Во-первых, насколько фиксированным является сколиоз. Это можно узнать с помощью функциональной диагностики и теста. Во-вторых, тяжесть сколиоза. При сколиозе умеренной и тяжелой степени тяжести, то есть при углах искривления от 20 до 40 градусов и нефиксированном сколиозе, можно, конечно, добиться уменьшения угла путем растяжения или упражнений. Улучшение возможно. Все зависит от целей, которые поставил перед собой пациент и чего он хочет добиться. Большое спасибо. Прямо сейчас на связи с нашей студией профессор из Германии. Илья, но у меня к Вам вопрос. В чем разница между корсетом, который предлагаете Вы, Лере, сегодня, и тем корсетом, о котором рассказывал доктор? Корсеты абсолютно разные. Насколько я понял, доктор, что корсет заключается в том варианте, который мы используем на детях. Это корсеты пластиковые, которые не дадут вообще, в принципе, результата, кроме как дискомфорт взрослому человеку. Корсет сковывает он практически от подмышек идет до таза, и жесткие тиски его сковывают, и в нем человек должен расти вверх. Как дерево. Если мы его зададим форму, то он у нас вырастет именно таким, каким мы захотим. Ну, я думаю, что если бы у доктора Христиана была возможность поспорить сейчас с нами, с Вами, он бы обязательно это сделал. Я бы тоже с удовольствием. Ну что ж, прямо сейчас я хочу пригласить нашего главного героя, Лерочку. Лера, проходите к нам, пожалуйста, и рассказывайте. Услышали много нового, наверное, о себе? Что поразило, что вдохновило, и на каком методе решили остановиться? Раз, мне понравилось, что Вы сказали по поводу того, что он не будет развиваться. Я очень надеюсь, что это действительно так. Мне понравился корсет, который Вы показали, потому что то, что я видела в 14 лет, и то, что меня немного оттолкнуло от такого развития своей жизни, то, что он был сплошной и пластиковый. И, ну, как бы в приоритете у меня Ваш метод, потому что йога для меня в целом что-то интересное. А если эта йога будет помогать мне поддерживать тонус моих мышц, то это такой двойной бонус. Но на самом деле я бы совместила, наверное, два метода. Какие? Корсет и йогу. Можно ли в корсете заниматься йогой? И вообще спортом. Мне самой любопытной. А можно ли? Потому что эти корсеты я не видела в действии. Спорт – это очень офширное понятие. Выбор какой? Йога. Предположим, йога. Для меня йога просто не спорт. Надо снимать его. Это будет все-таки мешать раскрытию чакр Ваших. Браво! Потому что он все равно за счет давления где-то он поддавит грудную клетку, где-то вот надо вот дыхнуть этой половиной, дыхнуть этой половиной. Но это будет мешать. Снимать его вот так. Вот. Насчет йоги. Это надо будет делать под Вашим наблюдением? Или Вы показываете определенный спектр движений, и я потом сама этим занимаюсь? Конечно, сама. То есть первое, что я сказала, ответственность за здоровье лежит исключительно на Вас. Поэтому я подбираю упражнения, проверяю, что... То есть на следующий раз Вы их записываете каким-то образом, мы это фиксируем, я что-то присылаю, какие-то материалы. На следующий раз я смотрю, как Вы их выполняете. Хорошо. И на какое-то время мы расстаемся, потом меняем упражнения и еще что-то дополняем. И таким образом это действует. Спасибо. Большое спасибо. Я вижу, что вопросов осталось много. Я отдаю тебя нашим экспертам. Большое спасибо, что была у нас сегодня в гостях. И спасибо Вам за то, что нашли время и приехали в эту студию. Напоминаю, что с Вами была программа «Медицинский квест». Увидимся. Медицинский квест пройден. Но экспертом есть, что сказать героине программы на прощание. Я считаю, что Лера сделала правильный выбор, что решила заняться своим сколиозом. Потому что если не заниматься спиной, то рано или поздно спина займется Вами. Ну и, значит, тракционное метод лечения, которое я представлял и предлагал, является не худшей альтернативой другим методам. Я считаю, что Лера сделала правильный выбор. И выбор этот характеризуется тем, что наше метод лечения представляет собой доказательную медицину. Я считаю, что героиня сделала отличный выбор. Ну, это, конечно, не совсем объективно. Но я очень рада, что она заинтересована методами хатха-йоги, которые мы можем предложить. И мне очень интересно, как работает корсет, о котором рассказывал Илья. Я никогда еще не видел этот корсет в действии. Поэтому посмотрим. Продолжение следует...